Доброе утро, мир Фейсбука! Друзья мои, которые меня знают лично и те, которые знают меня только по нашим социальным сетям, Ютубу, ну и другим всем приложениям, которые позволяют нам с вами очень интересно общаться. Сегодня делаю трансляцию, понимаю, что ровно 18 лет назад, в 2000 году, молодой, красивый, перспективный, уже образованный и чего-то достигающий Олег Забугорский, ну правда тогда он еще был Олег Тимощук, отправился в Соединенные Штаты Америки. То есть, это было 18 лет назад. Я приехал в США, предварительно промониторив очень-очень много учебных центров по подготовке специалистов для реставрации автомобилей. Я ведь еще и технолог по реставрации автомобилей. Я выбрал компанию, в которой дислоцируется локация в Сан-Диего. И я прилетел прямо в Сан-Диего. Больше месяца учился для того, чтобы перенять все навыки ремонта вмятин без покраски, профессионального детейлинга, реставрации кожи интерьера, пластика, винила, ремонт стекол, ремонт литых дисков, устранение неприятных запахов. Много-много-много всего того, что, собственно говоря, в итоге мне пригодилось. И если так говорить, что мне помогло заработать мой миллион долларов, это поездка в США. Это поездка в США и какое-то прямо сопутствие обстоятельств, которые дали эту возможность. Виталий, привет, привет, привет. Да, это лайвстрим, ребята, и лайвстрим, который из Ньюпорт-Бич, куда я прихожу перед своей службой. Я не военнослужащий, я не священник, просто у многих ассоциация со словом служба ассоциируется именно с этими профессиями. Я так называю свою работу. Слово работа мне само по себе просто не нравится, оно ассоциируется с первыми буквами раб. Поэтому я это стараюсь проецировать на то, что я служу своей семье, я служу своим детям и своей, естественно, любимой и неповторимой супруге. Приехав в Сан-Диего, я впервые попал в США. Это было действительно очень необычно, потому что совершенно другой мир, совершенно другие люди, другая культура. До этого, до 2000 года, мне посчастливилось побывать в Японии, пожить, не просто побывать, я пожил в Токио. И мне было с чем сравнить, то есть высокотехнологически развитая страна, все такое. Еще в 98 году я как раз был в Токио. Это огромное количество девайсов, которых мы просто в России даже слыхать не слышали. А там просто мобильные телефоны в 98 году были уже такие вот маленькие, одноразовые. В 90-х годах мне посчастливилось пожить в Берлине, покататься по Германии, много проехать по Европе. Поэтому, приехав в США, мне было с чем сравнить и понять на тот момент, насколько мы в России отличаемся от американцев. В хорошем, плохом смысле это не имеет значения, совершенно все люди, так скажем, очень индивидуальны. Это отдельная тема для отдельного лайвстрима, и мы обязательно как-нибудь на нее поговорим. Я отучился, я отучился. Свои впечатления об обучении, естественно, я сниму для канала YouTube, и думаю, что это будет очень интересно. Тем более, что у меня есть видеокадры. У меня есть много видеокадров, они доступны, кстати, на YouTube. У меня в России был канал, он назывался Тампира. Вот, правда, нехорошие дядьки почему-то удалили меня как владельца из этого канала и оформили его на себя. Вообще, ребята, вот разве такое возможно в Google, чтобы какие-то дядьки сделали так, чтобы ты, основатель канала, стал никем? То есть просто тебя удалили и закрыли тебе доступ к твоему собственному каналу. Много не мало, у меня на канале там 14 тысяч подписчиков. Ну, окей, я думаю, что мои друзья, специалисты, живущие в США, наверняка кто-нибудь работает в Google, и вы мне подскажете, как сделать так, чтобы вернуть свой собственный канал, где лицо канала с 2011 года, не так, не много, не мало, Олег Димащук. Ну, он же забугорский. Вернувшись в Россию, я открыл учебный центр. То есть цель моей поездки в США как раз заключалась в том, чтобы сделать тренинг-центр, такой же институт в России. И я первый, кто привез технологию ремонт вмятин без покраски из США в Россию. Ульяна, привет, привет, вижу, 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 видите, как здорово, что в этом приложении я могу видеть ваши сообщения. У меня сейчас работает приложение DJI, и я имею возможность не просто переключать камеру, не касаясь монитора, но имею возможность делать зум, приближать. Поэтому в этом эфире вы не только послушаете меня, мои байки и рассказы, но и посмотрите красоту Нью-Порт-Бич. Я уже неоднократно показывал это место в своих лайвстримах с дрона. Но дрон я сегодня решил не брать и просто решил с вами здесь погулять, побеседовать, посмотреть окружение. Вот этот вот безумно классный пирс, их здесь очень много, этих пирсов очень много. Сейчас дойдем до него, и я еще покажу серфингистов. Здесь не такое большое количество людей, желающих покататься на серфинге, но они есть, но они есть. Вон там молодежь какая-то резвится. Несколько дней назад я делал отсюда трансляцию, волны были, наверное, ФИТ-10. То есть такие, знаете, достаточно существенные, большие волны, которые, ну, меня впечатлило. Я очень люблю океан, я очень люблю воду. И вот это вот могущество океана я вот увидел здесь, наверное, впервые. Когда такой, знаете, стоит гул, соприкосновение неба, воды, земли, и ты понимаешь, насколько это космическое создание вот того мира, в котором мы живем, насколько оно могущественно. Это не просто место, где мы с вами живем, кушаем. Вернувшись в Россию, вернувшись в 2000 году в Россию после обучения в Сан-Диего, я открыл институт. Конечно же, делать бизнес в России достаточно более проблематично, нежели в других странах. В связи с менталитетом людям это было совершенно не нужно, как показывала по тому времени практика. Никто этого не хотел. Говорили, что мы это не хотим, мы быстрее покрасим, ремонт вмятин без покраски это не для нас, это не наша тема. Ну окей, я все равно стоял на своем и делал свое дело, делал рекламу, создавал свои сервисные центры, где все это делалось. И результат в 2005 году дал свои плоды. То есть в учебный центр начало приезжать достаточное количество людей, которые хотели получить навыки вот этого кузовного ремонта вмятин без покраски, реставрации интерьера, профессионального детейлинга, ухода за автомобилями. Всего-всего того, чему я научился в США. И вот с 2005 года компании мои, которые занимались, это Талара, Тампира, кстати, это имена моих лошадей. Я лошадник и по такому вот счастливому обстоятельству я все свои компании называл именно именами своих прекрасных двух лошадок. У меня было две лошади. Я бы хотел больше, но не успел. Возможно, что в США я это нагоню. Ну, после своего первого миллиона, который я сделаю здесь, я думаю, что будет после дома обязательно будет конюшня. Обязательно. Тем более здесь, если сделать это в Тимекуле, мне очень нравятся Тимекула и виноградники, и конюшни прекрасные места. Приветик из Чикаго. Спасибо за пляж. Чикаго. Доброго вам утра. Прекрасного настроения. Пусть в вашем городе и всех городах США и мира и моей любимой Москвы будет больше позитива, больше чистоты и искренней радости. Ту радость, которую нам дарили родители. Вот давайте будем, знаете, как родители всегда, дарить всем нашим друзьям искреннюю радость. Ту свободу и чистоту мысли, которой мы с вами мечтаем, но почему-то в большинстве случаев многие ее боятся. Боятся, боятся показывать на людях свою искренность, свою чистоту и правду. Смотрите, как здорово человек идет еще только в предвкушении того, чтобы окунуться в океан. Я люблю подглядывать за людьми. Мне очень нравится это место, мне нравится здешняя энергетика. Мне очень нравится здешняя атмосфера. Ну, помимо того, что я без ума от этого воздуха, я без ума от того, что в последнее время с утра мои глаза не горят от солнца. Солнышко потом появится и будет замечательный солнечный калифорнийский день. У нас очень жарко. Но вот эта вот возможность с утра получить дозу йода, дозу вот этой вот космической энергии в свободе, в чистоте. А пляж очень чистый. Очень много волонтеров, которые приходят сюда на пляж для того, чтобы убраться, чтобы было чисто. Вот вы видите, да, едет такая импровизированная тележка, девушка собирает мусор прямо на пляже. Это волонтеры, которые делают эту работу. Вдалеке вы видите трактор, который просеивает песочек, чтобы он был не только чистый, но чтобы он и красиво-красиво лежал и радовал глаз приезжих местных жителей. В последнее время я свои лайвстримы размещаю в очень, на мой взгляд, хорошем паблике в Фейсбуке. Полезные новости. Поэтому я эту же трансляцию тоже зашерю. Зашерю? Слово такое, блин. Мы вообще русский язык теряем. Столько английских слов в наш русский могучий язык пускаем. Но окей, зашерю, поделюсь, поделюсь со своими друзьями, которые в этом паблике достаточно и с интересом смотрят мои видео. И кто-то берет полезные вещи. Я потому что делаю туда и английские версии с американцами. Может быть, кто-то учит язык, кто-то смотрит нас. Так вот, после возвращения прошло 5 лет и учебный центр заработал. Наталья, новая прическа, супер, спасибо. А на ютюбе вы, кстати, видели? Я снял там вместе с Яной небольшое видео на ютюбе за бугром лайф. Я ссылочку здесь потом размещу. Кстати, в последние дни, я не знаю откуда, но, по-моему, человек, наверное, 20 подписалось на канал на ютюбе. Благодарю вас. Учебный центр заработал, и в него поехали люди, в него поехали частные мастера для обучения, в него поехали компании, присылали своих специалистов. У меня более 4,5 тысяч учеников по всему союзу. В большинстве из них, где-то, наверное, тысячи две, у меня есть база данных контактов. Это адреса, явки, пароли, имейлы, телефоны. Конечно, многое менялось за это время, но, думаю, тысяча человек со мной на связи, и многие меня помнят. Даже это дает обратную связь. Вот прямые эфиры, когда я делаю, например, в разных социальных сетях, в Инстаграме, в Перископе, в Фейсбуке, на Ютюбе, ВКонтакте, мне люди пишут «О, Олег Владимирович, это же вы! Это вы! Мы у вас в 2007 году учились, мы из Питера! Привет, привет! Там Уфа, привет! Казань, привет!» Очень здорово. Большинство из этих людей, прошедших подготовку в моем учебном центре, а точнее в моих учебных центрах, он был не один, потому что после основания Талары была основана еще компания Тампира. Кстати, Талара недавно только была закрыта. У меня была и такая тенденция, когда мне что-то надоедало, допустим, в компании что-то надоедало, или, например, по экономическим соображениям я мог продать компанию. Вот компания Талара была продана в 2010 году, и работала она в Марьино. В Марьино, в торговом центре Ашан. Это был уже не учебный центр, это был больше сервисный центр, и только в этом году я знаю, что его, эту компанию закрыли по причине дороговизны аренды и нежелания развивать бизнес новых владельцев. Но они, они 8 лет, так скажем, стригли капусту. Ремонт вмятин без покраски. Что такое это сейчас в США? Это люди, имеющие навыки восстановить геометрию кузова, геометрию кузова без покраски, применяя только такой специальный точечный массаж при помощи крючочков, отбойничков, разных таких аксессуаров без покраски. И эту работу очень ценят страховые компании, частные мастера, которые здесь платят денежки. Ремонт такого характера из США стоит от полутора тысяч и выше. Это можно объяснить следующим. Во-первых, большинство повреждений от Града получают новые дилерские станции, где складируются, например, новые Тойоты, новые Мерседесы. И в Техасе, когда я работал два года назад в Техасе, был огромный ущерб. На моих глазах люди, прошедшие, например, подготовку два-три года назад, зарабатывали в день от трех тысяч долларов. От трех тысяч долларов. Я не буду говорить их точные суммы, потому что я знаю людей и зарабатывающих на то время и семь тысяч долларов в день. Но я беру среднее моих близких, с кем я после работы ходил трескать шашлыки в бразильский ресторан. Вот знаете, вот в Америке есть очень классные сети ресторанов, где ты можешь покушать столько мяса, сколько, наверное, ты не кушал в своей жизни вообще. Вот. Ну вот это вот как раз бразильские рестораны. И, ну, естественно, мы делились, да и они работали на моих глазах. У меня бизнес был связан с продажей оборудования в Техасе, то есть инструментов как раз для ремонта вмятин без покраски. А ребята непосредственно выполняли работы. Я специально переключаю камеру, чтобы показать домики, которые находятся у океана. Вот видите, небольшие трехэтажные такие особняки, где приезжают люди со всех штатов, да и вообще со всего мира. И большая, длинная, длинная, смотрите, велосипедная дорожка. Смотрите, велосипедная дорожка, тянущаяся прямо вот по всему, по всему, по всему этому побережью. Очень здорово. То есть это, знаете, вот приехать на уикенд или просто оторваться на выходных с друзьями. Очень здорово. Классное место. В том числе вы видите сейчас, как строятся эти многомиллионные дома. Они, собственно говоря, собираются из фанеры, так как нет необходимости делать их дорогими и удороживать стоимость за счет материалов. Климат Калифорнии, да и, в принципе, технологические особенности США позволяют сделать, чтобы эти дома были крепкие, ну и в том числе красивые. То есть все вот эти дома, которые вот сейчас стоят у меня по моему курсу движения, вот это вот справа, слева, да, и вот этот вот строящийся, это все одинаковая конструкция. Конструкция каркаса, который обшивается кровельной фанерой, она так называлась у нас в России. Ну, естественно, потом делается необходимая отделка. Кстати, очень много наших русскоговорящих, как сказать, бывших граждан Союза работают на таких констракшен, на таких стройках наших соотечественников. Ой, кто-то жарит колбаски. Знаете, сейчас проходил мимо этого одного домика и чувствую, кто-то жарит колбаски. Песочек просеивается, вычищается, то есть мусор убирается и делается такой ровный-ровный-ровный. Многие люди занимаются пробежками. Видите, утренние пробежки, велосипедные дорожки, все очень, знаете, очень по-доброму и очень красиво. Оживление на улице уже время без 5-7. Без 5-7. Уже такое пошло движ-миш, и мы двигаемся в сторону парковки. Парковка здесь есть, как и платная, на пляже, и есть парковки на стрит, где можно припарковаться абсолютно бесплатно. Но места, конечно, там сложнее найти, поэтому проще заехать на платную парковку, заплатить 2 доллара и, собственно говоря, не тратить время на поиски. Здесь есть и отельчик, вот впереди мы сейчас как раз подходим. Отель, отель, отель. Велосипеды, бренд, много-много все, скутеры. В 2008 году, когда компания набрала свои основные обороты и вышла уже на миллионные обороты по обучению и продаже оборудования, были созданы в разных городах наши предстоительства. То есть мы выдавали сертификаты всем нашим ученикам, и особо понравившимся мы давали право работать под нашей маркой. Поэтому в России была достаточно большая компания, работающая именно под брендом нашей компании, под брендом моей компании. У меня на протяжении всего времени компания была в единственном владении. Я был единственный собственник компании Талара Тампира. Было много желающих, да, в России очень много желающих прийти и, как говорится, положить руку на уже готовый пирожок. Но я не пускал никого долгое время, когда уже сделали в 2015 году предложение, от которого я не смог отказаться. Вот, и после этого мы уже в этот же день сели на самолет и улетели. В России иногда делают такие предложения, особенно в последнее время, что, знаете, как говорится, мы богорады отказаться, но, как правило, от таких предложений не отказываются. Либо соглашаются работать, либо, как мы говорим, ребята, и битесь вы тут сами. Мы уж как-нибудь без вашей прекрасной помощи и без ваших прекрасных предложений будем делать свою жизнь по своим установкам. Понятно, что они создают какую-то матрицу, в которой им комфортно. Но я не чувствовал себя комфортно, когда мне создавали матрицу, по которой я должен делать то, что они хотят. Я так и сказал, идите вы нахер. Простите меня за мой французский. Мы просто уехали. Просто уехали и сказали, идите вы нахер. Сейчас. И вот это вот одна из рук непослушных, непослушных иммигрантов. Знаете, как бывает? Иммигранты бывают послушные, а бывают не очень. Я непослушный иммигрант. Даже, скорее всего, вот это вот мое изображение делали по моей статуйке. Такой, знаете, обезьян-весельчак. Это сувенирная лавка, которых на побережье огромное количество. Здесь можно и купальничек прикупить, если вы случаем его подзабыли с собой взять. И много-много-много других сувениров. Естественно, здесь кругом полно огромное количество ресторанов и кафе. Я обратил внимание еще в прошлом году в Сан-Диего, что вот эти вот Volkswagen, а это Volkswagen, старые Volkswagen, являются, знаете, таким культовыми автобусиками для любителей серфа. Ну, во-первых, по размеру. Туда очень хорошо входит серф. Ну, и во-вторых, это такое раритетище. Прямо, ну, реально раритетище. Да, сегодня, в августе этого 2018 года, исполняется 18 лет, как я был в Соединенных Штатах Америки. И для чего я вообще об этом сегодня рассказываю? Дело в том, что несколько месяцев назад меня пригласила компания, которой 25 лет исполнилось в этом году. Это самый-самый-самый-самый старый, я назову это прямым тактекстом, тренинг-центр в США, который занимается обучением ремонта мятин без покраски. И я благодарен этому учебному центру, который дал мне возможность работать в России и зарабатывать деньги, обеспечивать работу моих друзей, моих учеников. Ну, и, собственно говоря, теперь, теперь здесь, в Соединенных Штатах Америки, я работаю с этой компанией и продолжаю свой, свой путь здесь, в США, вместе с компанией Дим Кинг. О компании я расскажу отдельно. Ибо есть что рассказать, ибо есть что рассказать, и это действительно большая возможность для живущих здесь, в США, моих друзей-иммигрантов. У меня есть друзья-иммигранты, у меня есть недрузья-иммигранты. Знаете, это как в жизни, ты не можешь быть долларом для всех, ты не можешь быть сладкой конфеткой, ибо вкусы у нас разные, и кому-то нравятся мои лайвстримы, кому-то нравится, как говорит человек, как мыслит человек. А есть люди как раз противоположных мнений и, собственно говоря, фронтов. Фронтов-то у нас, знаете, сколько? У нас много фронтов, англосакские, германские фронты, славянские фронты, то есть, там, бла-бла-бла. Я в это не углубляюсь, ибо миссия моя здесь, на земле, как и у каждого человека, есть своя миссия, и она не заключается в этом. Я получаю кайф от того, когда я что-то творю, я получаю кайф от того, когда я креативлю, и мне это нравится. Если мне что-то не нравится, я говорю, нет, нет, я не получил удовольствие, если я не получил удовольствие, значит, это не удалось, все. По разным причинам может что-то не удастся, это может быть несовместимость энергетическая, это может быть отсутствие того момента, знаете, как говорится, в нужное время, в нужный момент. Вот, возможно, мы хватаемся за многие проекты не в нужное время, не в нужные моменты, и от этого у нас что-то не получается. Но не стоит, ну, не стоит отчаиваться и опускать руки. Зачастую нужно сделать не одну попытку, зачастую нужно сделать, как я это сделал, например, с 2000 года, по 2005 год мне потребовалось 5 лет вкалывать, тратить огромное количество денег на рекламу, на развитие, на контакты, на связи, а в России-то все решает связи, подарочки и прочее, прочее, прочее. Вот, прекрасное утро, прекрасный вторник, завтра будет среда, завтра будет русская баня. Те, кто не видел ли, какая у нас, моих друзей в Санта-Монике, русская баня, ребята, посмотрите на канале Забугром Лайв или же на канале СССР Гараж. Вот, прекрасный канал о советских раритетных автомобилях, который возглавляет мой друг Алексей Борисов. Вот, я его здесь помечу, чтобы... Леха, я тебя помечу, я тебя помечу в этой трансляции, чтобы люди зашли и подписались, посмотрели интересный выпуск с Cars and Coffee. Cars and Coffee. Леня, где ты есть? Я тебя уже заискался. Люди даже не знают, что такое ждать машину в 8 лет. Если вокруг вас копы, значит, вам нужно быстренько дрон спрятать. Не знаю, посмотрим. Я, как обычно, камеру почти не выключаю. Я хожу, снимаю, снимаю, снимаю постоянно, а потом сижу целую ночь, разбираю. Проще говорить, что это СРТ. Он говорит, а это стоковый бампер, я на него смотрю, ну, говорю, да. Помнишь, кто такой чердак? Кто такой чердак? Сейчас мы вам все расскажем. Скандалы и интриги разбираем. Да, 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 разбираем. Который был в прошлое воскресенье. Вот. Прикольно, прикольно. Конечно, не айс там, чтобы прямо вау, но прикольно. Вот. Эта неделя, которая идет сейчас, это заключительная неделя августа. Заключительная неделя августа, которая в какой-то степени является заключительной для меня и для моей семьи в качестве проживания в Тарзане. Мы заканчиваем наш путь в Тарзане и перемещаемся ближе к моему офису, к офису компании Дин Кинг в Ньюпорт-Бич. Ньюпорт-Бич, океан. Поэтому будут утренние лайвстримы и то, что я встаю в 4 утра, дает возможность мне перед моей службой показать вам наш мир, наше окружение. Все то, что, возможно, не дает вам возможность посмотреть отсутствие времени. Потому что все мы заняты, все мы куда-то привязаны. Кто-то привязан с золотыми наручниками, кто-то просто находится в наручниках. Знаете, как говорится, есть вечно находящиеся в наручниках. Но это все, это все бряное. Я буду показывать вам эту красоту и делиться с вами. В сегодняшнем эфире, посвященном моему 18-летию, с момента, когда я приехал в США первый раз. Ну, я, естественно, вернулся. Я никогда не мечтал жить в США. То есть у меня как таковой цели и задачи переехать в США не было. Это вот, собственно говоря, благодаря нашим величайшим, я не побоюсь этого слова, величайшим нашим политикам, нашим, так скажем, криминальным авторитетам. Потому что, ну, как их еще можно назвать, как именно, ну, не криминальные авторитеты. Потому что, ну, все они живут по понятию. Я не буду сейчас углубляться, ибо я не политик, но я не аполитичная амеба. Я раньше старался в эфирах абстрагироваться и говорить, слушайте, ребят, я аполитичная амеба, хотя это не так. Я достаточно хорошо, по-моему, ориентируюсь в тех вещах, которые происходят сейчас не только в моей любимой России, но и во всем мире, так как аналитика, наделенная возможность оценивать ситуацию собственными ресурсами, у меня присутствует. Это за счет того, что я очень любознательный. Знаете, я иногда, я иногда туда влажу. Поэтому куда и влазить-то не надо. Ну, вот есть такие моменты, что я вот иногда зачастую и рот-то свой открываю, а его закрытым держать надо. Это вот как, знаете, в той истории, в России-то я, оказывается, как мне потом уже сказали, да пиздец. Я не ругаюсь матом в эфирах, но, извините, по-другому это не скажешь. Это когда из разряда того, что, знаете, чувак делал свое дело и много говорил. Говоря, 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 говорил, просто да. Слушайте, я не знаю, почему я не включил сразу эту функцию. Дело в том, что на моем телефоне имеется такая функция следить за лицом ведущим. То есть, как бы, я могу ходить в разные, в разные, в разные стороны, в разные дебри, камера сама за мной поворачивается. Наверное, на этой замечательной технической ноте я сегодня заканчиваю этот лайв-стрим. Это был лайв-стрим на Фейсбуке, но я это все записал. Это видео записано и будет, как вы хотите того или нет, будет размещено на Ютьюбе. Жду вас на канале Ютьюб и мои друзья, которые посмотрели это на Ютьюбе. Благодарю вас за вашу поддержку, за вашу подписку. С вами был Олег Зубугорский, Зубугромлайн.